Страшнее любой беды Политика 19 ноября 45 Страшнее любой беды Опросы общественного мнения давно уже стали частью пропагандистской машины в самых разных странах и поэтому часто радуют нас своими неожиданными результатами после изучения которых, думаю, множество людей хочет сказать «Моя жизнь и жизнь моего окружения ну совсем не вписывается в результаты опросов». Наверное, я живу в какой-то локальной аномалии Взять хотя бы уже не очень свежий, но показательный апрельский опрос в ЦИОМА согласно которому уровень субъективного счастья россиян в апреле 2019 года достиг максимального показателя за все годы исследований Опрос показал, что 86% граждан частично или полностью довольны своей жизнью Об этом говорилось в пресс-релизе Всероссийского центра изучения общественного мнения который тогда был опубликован комсомольской правдой Разумеется, счастье очень субъективное, очень личное ощущение и каждый чувствует и переживает его по-своему И вообще, все люди разные Возможно, кто-то скажет, что просто мне не хватает воображения, чтобы представить, как можно быть максимально счастливым, да еще за всю году исследований, после беспрецедентного роста пенсионного возраста, до которого большинство просто не доживет, роста цен и налогов, а также стабильного шестилетнего падения реальных доходов абсолютного большинства населения Так или иначе, к ощущению счастья мы еще вернемся, а пока мы читатели оппозиционной газеты, и уже в силу этого люди критически мыслящие Давайте взглянем на совсем свежие результаты другого опроса в ЦИОМа об основных страхах россиян К сожалению, страх одно из самых древних, самых естественных чувств живого существа и в то же время один из самых важных приспособительных механизмов, необходимых для выживания Поэтому теоретически и бояться человеку надо вещей хоть и ужасных, но естественных смерти, потери близких, болезней, природных и техногенных катастроф А вот, оказывается, и нет, говорит нам в ЦИОМ Причем он говорит нам об устойчивой структуре страхов, которая сложилась в последние годы и я, увы, но никак не могу назвать ее естественной Итак, на первом месте расположился главный страх, страх роста социальной несправедливости, и его испытывают 68% всех опрошенных Чаще всего этот страх испытывали респонденты в возрасте 35-44 лет, 69%, 45-50 лет, 72%, и старше 60 лет, 71% На втором месте страх снижения своих доходов этого боятся 63% опрошенных и в наибольшей степени этого боятся люди возрастной категории 45-79 лет, 71% Далее идет страх отказа в бесплатной медицинской помощи Этот страх испытывают 58% опрошенных Также 58% опрошенных испытывают страх из-за возможного роста цен на продукты Достаточно большой процент россиян испытывает ряд других страхов, которые я, извините, социологи, назвал бы социальными в противовес природным страх беспорядков внутри страны, вызванных акциями протеста против власти беспокоит 39% респондентов Вы что, хотите, как во Франции? Да нет, мы боимся, как бы не было, как в Боливии И здесь тоже интересен процент распределения страха по возрастным категориям Больше всего беспорядки беспокоит молодых людей Среди тех, кому от 18 до 24 лет, таких респондентов 56% С каждой последующей возрастной группой их доля снижается 44% из 25-35 летних, 40% из 35-44 летних, а также по 33% из 45-49 летних и людей старше 60 Несколько меньшую, но все равно весьма значительную обеспокоенность россияне испытывают по поводу роста преступности 36%, потери работы, 35% и возможного обострения международных конфликтов, 20% Социологи указывают также, что опрос выявил две проблемные группы, у которых возникают специфические страхи Это молодежь в возрасте до 25 лет и граждане предпенсионного возраста, сообщил директор по стратегическому развитию в ЦОМа Степан Львов По его словам, тревоги предпенсионеров возникают из-за неуверенности как в сохранении доходов, так и их источника Отсюда у них очень высокий уровень ожидания того, что по отношению к ним поступит несправедливо Этот момент можно рационально объяснить Переход к пенсионному возрасту вызывает обеспокоенность по поводу сохранения статуса у каждого, заявил он Больше всего социологов удивили страхи молодежи Нас весьма насторожило то, что они рисуют в своем воображении сценария апокалиптического характера, беспорядки, вероятность войны и разгул преступности Чем это объяснить? Вопрос требует серьезного изучения и обсуждения, добавил Львов На самом деле ничего удивительного тут нет, потому что обе категории люди околопенсионного возраста и молодежь являются наиболее незащищенными и наименее востребованными на рынке Разумеется, у молодежи в целом есть преимущество в хорошем здоровье, но оно, как правило, единственное При этом молодежи только предстоит прожить жизнь, поэтому для старшего поколения страшны рост цен и потеря доходов, так как восполнить их уже нет сил и возможностей, а молодые люди боятся за будущее Разумеется, я не призываю безоговорочно верить результатам опросов общественного мнения в этом смысле весьма показателен пресловутый опрос о всеобщем счастье или опросы по выборам, явно направленные на подгонку результатов выборов под так называемое общественное мнение Кроме того, давно получили широкое распространение так называемые формирующие опросы общественного мнения, которые с одной стороны, непосредственно в ходе проведения с помощью определенным образом построенных вопросов формируют мнение респондента А с другой стороны, сами их результаты должны подгонять общественное мнение под определенное настроение в жизни Например, как уже вышеупомянутый опрос о всеобщем счастье россиян, главный посыл которого очевиден если у всех так все хорошо, а у вас конкретно плохо, так это потому что вы лично неудачник и нечего винить во всем власти И вот сидят конкретные, разъединенные и одинокие люди, миллионы людей, в бесконечных рядах домов, и каждый думает, почему же у меня лично все так плохо, когда у всех так хорошо В том, что люди испытывают многочисленные страхи, и не просто многочисленные, а часто запредельные для психики, о чем говорит стремительный рост психических заболеваний, в этом как раз ничего удивительного нет Времена, когда люди в нашей стране испытывали уверенность в завтрашнем дне, ушли в прошлое Убежден, что не навсегда, но сейчас никакой уверенности нет и в помине И на первый план, что, по моему мнению, является главным результатом приведенных опросов, вышли страхи не природные, естественные, а рукотворные Люди боятся результатов деятельности власти, государства, вообще жизни при существующих порядках больше всего, больше любых природных явлений и катаклизмов Что такое страх перед социальной несправедливостью, ростом цен, падением доходов, отсутствием медицины? Разве это естественные страхи, такие, как тайфуны, болезни, пожары? Ну и тут я бы сказал, не все так просто Тайфуны у нас, к счастью, случаются редко, а выживать абсолютному большинству населения приходится каждый день И социальная несправедливость, когда одни купаются в совершенно незаслуженной, незаработанной роскоши, а другие, честно всю жизнь трудившись, еле наскребают на квартплату Вместе с ростом цен, падением доходов, отсутствием доступа к качественной бесплатной медицине, просто превращается в фактор смерти Причем медленной, мучительной, но от этого не менее неотвратимой Так что, в конечном итоге боятся люди правильно, хоть опосредованно спиным мозгом чувствуют, что в нашем чудовищно несправедливом обществе ничего хорошего их не ждет Отсюда, и только отсюда такая демография Например, ведь в 50-е и 60-е, на которые пришелся пик прироста населения за всю историю нашей страны И даже в Великую Отечественную войну люди знали, что государство не бросит их семьи А такая простая и страшная формула нынешней жизни «не можешь платить, умирай» была нам знакома только по книгам о жизни при капитализме А сейчас, оказавшись в полной власти выходцев из лихих 90-х, понятно, что абсолютное большинство населения не ждет ничего хорошего Помните вирусный ролик от интернет-юмористов, где к новости о пенсионной реформе примонтировали фразу Джона Сильвера из мультфильма «Остров сокровищ» «Те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым» И в этом смысле показателен совсем недавний опрос другой социологической службы «Левада Центра», в котором в тройку лидеров вошел страх перед произволом властей Разделив второе и третье место со страхом мировой войны, 3,4 балла по пятибальной системе Уступив лишь страху болезни или потери близких, 4,2 балла, и значительно опередив страх смерти, 2,4 балла И не надо ссылаться на мировые войны и другие дела давно минувших дней Как это некоторое время назад сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Отвечая на вопросы о причинах бедности и плохой демографии в России Ведь если бедность в России вызвана двумя мировыми войнами, то чем вызвано вопиющее богатство и роскошь олигархов? А вот в чем я вижу явный позитив Да, мы не можем физически уменьшить количество тайфунов, наводнений и других стихийных бедствий Но справиться с бедностью, с социальной несправедливостью, со страхом перед будущим человеку вполне по силам Было бы желание и опыт СССР тому пример Подчеркивание В стране не верят власти почти половина населения В последние годы в России проводятся реформы, которые вызывают недовольство населения И, несмотря на несогласие россиян, их попытки заявить об этом Эти неудобные для большинства граждан решения все-таки принимаются Самую большую волну негатива по отношению к властям вызвало продление пенсионного возраста россиян Особенно в категориях профессий, где трудовая деятельность протекает в сложных условиях На фоне происходящих событий и обсуждаемых очередных реформ ВЦОМ провел опрос среди населения, чтобы узнать отношение россиян к ситуации в стране В итоге опрос показал, что 46% жителей России не одобряют работу Кабинета министров и идеи правительства А также проводимую им политику ВЦОМ подчеркивает, что недоверие россиян достигло исторического максимума Большинство экспертов сомневаются в том, что политика государства недовольна меньше половины жителей страны Правительство проводит очень жесткий анточеловеческий, антигуманный курс и антиобщественную политику И люди это видят, как представители правительства регулярно выступают с абсолютно людоедскими заявлениями и инициативами И совершенно не стесняются своей мотивации Эксперты в своем большинстве уверены, что число недовольных работ и правительства гораздо выше Мало того, в ряде СМИ они выразили точку зрения о том, что недоверие к властям государства у населения будет продолжать расти Подчеркивание Г. Электросталь, Московская область, Дмитрий Аграновский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова